Республиканский фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями прошел в Новочебоксарске уже в 19-й раз. Традиции не меняются. Более 250 спортсменов с нарушениями здоровья практически со всех уголков республики в очередной раз доказывают – движение – это жизнь. С праздника спорта и силы духа репортаж Рифатов от Кулина. Быстрее, сильнее, выше. С олимпийским девизом они, похоже, живут каждый день. Идти наперекор судьбе, быть сильнее болезней и научиться видеть в окружающем мире больше хорошего, чем плохого – это удается, увы, не каждому здоровому. Татьяна Шалагина из Маргаушского района много лет участвует в этих соревнованиях. Говорит, что спорт – ее жизнь, ее вдохновение. В наше время, я считаю, люди должны заниматься спортом. Особенно вот такой возраст, классический возраст, как я говорю, потому что мне на следующий год будет 70. И поэтому я очень люблю, люблю спорт. Настольный теннис, дартс, легкая атлетика, шашки и шахматы – всего пять видов спорта. Денис представляет Шумерлинский район. Дартс открыл для себя всего полгода назад. А поверить в себя помог папа. Он и порекомендовал подать заявку на фестиваль спорта. В дартсе главное попасть в середину, не волноваться и думать о дартсе только. Королева спорта – легкая атлетика. Самый сложный здесь вид – гонки на колясках. Пять лет назад Алексей Ефимов из Маргаушского района попал в автокатастрофу, но не опустил руки, а решил заняться спортом. Колоссальное терпение обернулось силой духа и силой тела. С 2014 года я в 2019 травму получил, полтора года дома лежал, вообще жить не хотелось, как говорится. Ребята там потянули, инвалидами начал общаться, вот к жизни обратно вернулся. Сейчас уже как-то все время спорт – это как, повторяюсь еще раз, это жизнь наша. Мне весь спорт интересует, любой. Мы большинство бадмитон играем, про бадмитон. Ну а так легкая атлетика, как говорится, то же самое, ну, чтобы дома не сидеть. Доступность услуг для инвалидов – это один из показателей здоровья самого общества. Об этом президент страны Владимир Путин говорил на итоговом форуме действий ОНФ в Москве. Собираемся мы здесь, в спортивном комплексе, в Новочебоксарске, который за последнее время действительно мы по доступной среде сделали очень большую работу. И здесь удобно проводить не только республиканские соревнования, но очень большое количество всероссийского уровня соревнований мы здесь проводим. Накал страстей, горячее желание сделать все для победы. Любители выкладывались по полной, как и профессионалы от спорта. Для многих даже просто участие – это уже реальная победа. Наши герои смогли не сломаться, а напротив, сами преодолели стереотипы и открыли для себя новые цели. Рифат Фаткулин, Арена Кавелян, Республика.